Музыкальный намедник Нет, конечно, панка много осталось Ramos были на коне, например Но вот панк в традиционном представлении Вот этот вот английский панк, типа Sex Pistols Sex Pistols, собственно, свой последний концерт дали В январе 78-го года Можно сказать, вот она эпоха панка Она вот так вот стала сходить на нет И ее заменили, какие стили? Да всякие волосатые Начали потихоньку внедряться в сознание Они, конечно, внедряться в сознание начали Но на самом деле Основное, что заменило панк Это New Wave Это Post Punk Ну, панк, то есть, остался Но постпанк, на самом деле, сильно отличается от панка Он все-таки, по мне, ближе к New Wave И это AOR Adult Oriented Rock Я даже забыл Это ужас какой-то Но и кто играл у нас Adult Oriented Rock Adult Oriented Rock в то время Вот в 78-м Максимального на пике из групп данного стиля Были Boston и Foreigner Их альбомы получали 7 пластиновых дисков 6 пластиновых дисков Первые места Америки Без проблем Супер-хиты Ну, а Между прочим Те, кто прямо вот Не любит это название Adult Oriented Rock Они считают, что AOR расшифровывается по-другому Это Album Oriented Rock То есть до этого были синглы А это уже серьезная музыка Это альбомная Ну да, да, да Только же раньше и оперы писали Рок-оперы Это типа не альбомная Ариented Rock Синглы На самом деле Этот Adulterated Rock Это По факту Коммерческий хард-рок Коммерческий такой Стадионный хард-рок Короче, предвестник И это все Ужасных 80-х То есть Стили в 78-м разделились На остатки От панка И на предвестники Волосачей Ну ладно Про волосачей мы сегодня Говорить не будем Однако нет Кое-что надо отметить Про волосачей Кис 4 альбома выпустили за год А, блин Ну, слушай Это Да, они же уже тогда Загадили все Что можно было загадить Кис сделали хитро Они с одной обложкой Выпустили 4 альбома Это были как бы 4 сольных альбома Пол Стэнли, Джин Симмонс Это Питер Крис Айс Фрейли Но по факту Это все было названо Кис И просто Кис Пол Стэнли Кис Джин Симмонс И получается Как бы это входит В официальную дискографию Группы Кис 4 альбома за год Вот так вот можно Рукануть Правда, это были Самые непопулярные альбомы Кис Но не важно Ход важен Ход интересен Ну, в Америке Билли Джоэл Рывал хит-парады Но о нем Мы не будем говорить Да, это американский Элтон Джон Че о нем говорить И о Квин Продолжали Крепать хиты Альбом был Не очень джаз А Don't Stop Me Now Великая песня Ну, джаз я, конечно Все-таки люблю Но Ну, не великий Но не великий А Don't Stop Me Now А теперь приходим К альбому номер 1 В нашем сегодняшнем топе Так вот, смотри Ты мне говоришь Что сегодня 78-й год Но продолжай исключать Чертовых шестидесятников Как такое может произойти? Объясни мне Обоснуй А потому что постпанк Постпанком Нью-Вейв Нью-Вейвом А Роллинг Стоунзу плевать Роллинг Стоунз выпускает Мультиплатиновые альбомы Это, помните Первое место в Америке Шесть раз платина Вот этот альбом Это альбом Some Girls Не, на самом деле Роллинг Стоунз тоже не звучит Здесь как шестидесятники Они завладели Магией фанка Они фанкуют На самом деле Жагеру всегда подходил фанк По мне Потому что это Фанк и ритм и блюз Хороший альбом Я на самом деле Не люблю альбомы Роллинг Стоунз Вот целиком альбом Ну целиком альбом Просто их так много Что там очень мало Качество А очень много Количество Хотелось бы выжимку Из них всегда получить А вот сам Герос Он звучит так Как выжимка Он звучит как будто Этому выжимкой Где-то примерно С трех альбомов Роллинг Стоунз То есть это хороший альбом Роллинг Стоунз Там много хитов На самом деле Я очень высоко Не оцениваю этот альбом В плане оценки Максимум 7,5 из 10 Но для Роллинг Стоунз Это достижение И это крутой альбом А если учесть его продажи И популярность этого альбома По мне Это один из чекпоинтов Роллинг Стоунз Это Ну собственно Кит Ричард Я имею в виду Что это группа Это группа Роллинг Стоунз А Б Это смена стиля А В Это реально хорошая композиция Наконец Хорошая Много хороших То есть сочинено Да Безусловно Хорошо Мы ставим этого альбому Еще раз напомню 7,5 из 10 Отлично Для Роллинг Стоунз Это выдающий середак Переходим к следующему Для Кита Ричарда Number 2 Группа Blondie Константин Расскажи нам о Blondie Я ничего не знаю О этой группе Blondie считается Предтечами Или как там Отцами основателями Ну здесь скорее всего Матушка основатель Дебора Харри Вокалистка Матушка основатель Постпанка и Нью Вейва Они были одними Из первопроходцев И того стиля И того стиля Ну здесь Слышные ноты Панка по-любому Да, да Банально Так же банально Да, это такой Это попсовый Панк для домохозяек То есть его могут слушать Ненапряжный Здесь нет тяжелых гитар Никакого жужжания Ненапряжная музыка Но основанная На панк мелодиях Ну понятно Они вышли на волне того Что как бы Панк в принципе неплох Но слишком дерьмовый И грязен Берешь условного Панка Причесываешь его Сделаешь Чуть менее шумным И выходит Отличная музыка Для масс А если она Этот панк Это еще и девушка Блондинка Симпатичная Это вообще норм Да Слушай, а это хороший Рецепт Я тебе скажу Какие продажи были Это Парал Лайнс Альбом Это самый популярный Альбом группы Блонди Там Ну Миллионные Пару миллионов Они продали Без проблем В Америке Во всех топах Блонди Это популярная группа Ну понятно Это их первый Альбом Не Это третий Если не ошибаюсь На нем Они достигли Настоящей популярности Они уже До этого пробовали Как мне Популярность была Но такой не было Вот именно Ворвались во все Хит-парады Они с альбомом Parallel Lines 78-го года Он неплохой Но это простая музыка Это очень простая музыка Ну хорошая Качевая такая Драйвовенькая Но простая Но с хитами Ну понятно В общем Понятно Целевая аудитория И понятно Почему она так поперла Да И плюс еще тексты Вот вы убрали тексты Панковские Вот эти вот Про что там пели панки Не знаю Пухая или например Власть Какой-нибудь Протесты Протесты Бухать, валяться Домой, не появляться Вот это все А тут этого нет Здесь просто нормальные тексты Обычные Обычные тексты Ну музыка Просто музыка Блонди Моя оценка 7 из 10 7 из 10 И я обязательно ее послушаю Мне зашло что-то Это суперхит О, наконец-то Наконец-то Я долго ждал этого момента Целых два альбома Я ждал этого момента Когда мы дойдем наконец-то До Марка Ноплера И его группы Дайдстрейтс Обожаю их Обожаю Марка Как гитариста Его техника Игры на гитаре Меня очень сильно импонирует А почему у него такая техника? Потому что он играет без медиатора Он пользуется щуповой А почему он пользуется щуповой? А потому что Почему бы и нет? Нет! Марк Ноплер С братом Дэвидом Родились в бедной семье И Марка Попросил отца Купить ему электрогитару И самоучитель Хотел научиться играть на гитаре Рок-н-ролл он был влюблен А отецу денег было мало И он все, что ему смог добыть Это дешевенькую электрогитару А самоучитель только для Акустической гитары Вот собственно Вот так и появилась эта техника Не, ну все может быть конечно Ну я понимаю, что это скорее всего Правдивая история Но с другой стороны Ну что ты же Марк Ноплер Ты мог бы потом взять медиатор И научиться на медиаторе А потом уже он научился На таком уровне И ему так это зашло Что он решил Но у него просто У него такой стиль И стиль его музыки такой Что да в общем-то и не надо Я думаю, что на такой легенде Полу-легенде И построился его стиль То есть вот Это и предрешило То, как он будет играть И то, в каком стиле он будет играть Ну, может быть Смотри, это 78-й год Первый альбом Дайд Стрейдс Одноименный, да И здесь Марк Ноплер Еще умеет улыбаться И он даже не нудит Как сейчас И у него есть капелька волос Да, и у него даже есть волосы Немножко А гитара все та же Да, ну конечно, конечно Это же его старт Красный, именной Ну, чем хорош А знаешь, что некоторые критики считают Что это постпанк Первый альбом Дайд Стрейдс По-моему, это странное суждение Я соглашусь По стилю С Википедией Там написано, что это Рутс рок Рутс рок Корневой рок Вот корневой рок Это типа как Он отсылает к корням Вот там К болотам Блюз рок К ритм и блюзу старому К афроамериканскому Миря Маркс еще ассоциируется Может быть это уже после Тогда-то он таким не был Но он ассоциируется исключительно С английской традиционной музыкой Ну, помимо блюза, конечно Но он именно какой-то с английским фолком Я не знаю Но это более поздний Первый альбом все-таки был набором Блюз роковых песен Ну, может быть Замешанных на ритм и блюзе А поскольку мы говорим И на первом альбоме Ладно, короче Рутс рок Вот критикам главное Что-нибудь придумать Рутс рок Рутс рок, да Это как фитнес рок Я буду играть в стиле фитнес рок Что это такое Никто не знает, что это такое Я лично не признаю такой стиль Но по мне это просто так же Прикольно звучит Как этот Our Adult Rated Rock Такой же Рутс рок Пусть будет так Альбом отлично Я на самом деле Его ставлю очень высоко У меня первые альбомы Dice Trace очень люблю Я понимаю, что это просто Набор хороших песен Но это набор очень хороших песен Видимо, их Марк писал Всю свою жизнь до 78-го года Ну да Salt of Swing Это шедевр на все времена Ну, Salt of Swing Это одна из лучших песен В принципе Придуманных человечеством Кстати, кто-то еще там Почему-то считал Что Dice Trace Первый альбом Плохо продавался Не знаю Это какие-то бредни Все прекрасно Ну, на самом деле, да Марк еще достаточно поздно Стал, я так понимаю Что популярен Ну, вот Первый альбом 78-й год Второе место в Америке Как это было? Я имею в виду поздно По возрасту По возрасту Ему здесь Если я не ошибаюсь 29 уже То есть В принципе Многие умерли в этом Он уже Поэтому он и такой уже Такой уже полугрустный Тертый рок-н-ролльщик Тертый корневой рок-н-ролльщик Да В общем, отлично Альбом Я ему ставлю 9 Стабильную 9 Я очень его люблю Я ему ставлю 8 с половиной Не знаю Вот у меня правда На самом деле Ассоциируется ДС-трэйз Больше вот с руссроком Наверное Потому что Мне реально Хочется по ДС-трэйз Зветь бурбон А точно не английского Чего-нибудь Так Следующий альбом Это Том Уэйтс Сразу Расскажу вам Что Том Уэйтс Никому нахрен Не нужен в России Ну честно Не, конечно Его любят Но какой-то очень узкий круг Я, честно признаться Так и не проникся Хотя я слушал Пытался слушать Несколько раз Так и не проникся Но Константин Является большим любителем Я бы даже сказал Фанатом Если он вообще Может сонатить Чего-либо Том Уэйтса Давай расскажи нам Какого рожна Вообще Не мультиплатиновый И даже не добиравшийся До первых Стоящих хит-парадов Диск Вызвал в тебе Желание поставить его В топ 78-го года Ну, во-первых 78-й год Все-таки не лучший год В истории музыки Во-вторых Этот альбом Не то, что не добирался Он 181-е место По-моему В Америке завел Божественно Ребят, слушайте 181-е место В Америке Это обязательно Ну как Я просто Как я читал Я был пьяный И не заметил С Тома Первая похожа На самом деле Это Том Уэйтс Я, да Я Том Уэйтс Я не знаю Фанатей Или от Тома Уэйтса Том Уэйтс Это совершенно Уникальное явление Это уникальный блюз Есть много Похожих на Том Уэйтса Но они похожи на Тома Уэйтса А не Том Уэйтс Похож на них Ну нет Там есть какие-то люди Которые говорят Что Том Уэйтс Похож на Кэпитона Бифхарта Ну я что-то послушал Кэпитон Бифхарт Это говно ваш Кэпитон Бифхарт А вот Том Уэйтс Это Том Уэйтс Это Том Уэйтс Это кабак А это вот 78-й год Это переход От Том Уэйтса Из кабака К Том Уэйтс Эксперименталисту То есть до этого Были чисто такие Кабацкие блюз альбомы Блюз кабацкий Дальше начались эксперименты Вот эти вот Безумие вот это вот На каких-то непонятных инструментах Играние на рваных трусах жены Вот это вот Я не знаю Почему у него У него когда смотришь Список инструментов И смотришь на альбоме Я некоторых инструментов Первый раз Такие названия Это шучка Возможно это придуманные им Инструменты Скорее всего А тут нормально Это как бы Здесь экспериментов Довольно мало Многие песни звучат В традиционном наборе инструментов Ну только когда-то Что там контрабас Место баса Но он всегда использовал Контрабас Место баса Есть клавишные Вот его Классные вот такие Кабацкие клавишные баллады Это такой средний Том Уэйтс Это Том Уэйтс Не прокуренно пропитый Ну где тебе нужно Который ты можешь слушать Только под бурбоном И большим количеством сигарет И не экспериментальный Который вообще сложно понять В принципе Это ровный Том Уэйтс Средний Том Уэйтс Если вы хотите познакомиться С Том Уэйтсом Я бы советовал бы 78-й Вот Blue Valentine Тойный альбом Вот Да Я пытался Но мне Бастерс Бравлера Вот этот тройник один Один хороший был Орфанс Бастерс Бравлера Да-да-да Какой-то из них хороший Я не помню какой Орфанс Орфанс Наверное хороший Да Никто не будет знакомиться С Том Уэйтсом По альбому На котором 64 песни Не просто у нас в принципе К блюзу относится Ну так себе В России Знаешь как считают Многие люди Не раз слышал мнение Я не понимаю вообще За что любят блюз Он же весь Как одна песня Однообразный Невозможно У нас главное Чтобы это Был какой-то Распев Шевчуковский На мелодику На какую-то такую Определённую Очень запоминающуюся Том Уэйтс точно Не однообразен Вот Уж по-любому Его блюз Не однообразен Но он всё равно Блюз А блюз однообразен Поэтому мы Доказываем эту теорему В целом Том Уэйтс такой музыкант Что я не знаю людей Которые бы скажут Что Том Уэйтс Это дрянь Том Уэйтс либо не знают Либо он людям нравится Его либо не слушали Либо он заходит А тем кому не заходит Они его не слушали Можно сказать Потому что Ну вот они включили Жизу шума И выключили А какая Ты не сказал оценку Да Я что-то забыл 9 из 10 9 из 10 Я не буду оценивать Я слушал Блю Вилли Тайна Два раза Ничего не понял Когда допру Тогда Поставлю оценку Ну вот сама же Блю Вилли Тайна Это потрясающая Но мне она нравится Песня Да хорошая И вам понравится Волосатые Восьмидесятые Наступают Товарищ Эдди Со своим бэндом Популяризирует Теппинг Скоростной стиль Как Эрапшн Да? Эрапшн Эрапшн Композиция Эрапшн После этого Все волосатые Металюги Посмотрели на Эдди И его группу И сказали Я тоже так хочу И стали Теппингом По гитаре Вот так вот Это считается Первым шредом В истории музыки Да Эдди даже не знал Что он забрел И причем Эта песня Была случайно Совершенно записана Это продюсер Записал ее Когда Эдди Разминался Рот Темпом Да Он записал ее Когда Эдди Разминался И включил ее В альбом А Эдди потом Горевал и говорил Да я бы мог Лучше сыграть Ты бы сказал Такой Здесь накосячил Так вот Солом Ванхалин По мнению многих Придумал Шред Придумал Теппинг И придумал Дебильные прыжки С гитарой В позе Как Эдди прыгает Две ноги Вот так вот В разные стороны И вокалист Прыгает Не только Дэвид Лерот Он же Он в молодости Мог сделать Воздушный шпагат Он пел И одновременно Бегал по сцене И делал Воздушные шпагаты Ужас Ужас В общем При этом Мы почему-то Решили Посмотреть Именно Песню Кавер Группы Kings Например Really Got Me Ну это Крутый кавер Это Очень хороший Кавер Как мы любим Хорошо На самом деле Альбом Ванхалин Ванхалин Первый альбом Десять раз Платиновый Это Крутейший Хардрок Это На самом деле Это Хардрок Нового поколения Это Предвестник Всех Волосатых Восьмидесятых Ну это Уже Практически Волосатый Почти Это Уже Практически Это Все еще Хардрок Забавно Говорили Что Практически Волосатый Но я представляю Все волосатые Ну ладно Волосатыми Много Ну ладно Волосатые Это Состояние Души А не Прическа Мы же Понимаем Ну они Еще такие Кудрявые Волосатые Прилачи Нет Конечно Это Глэм Такой Глэм Хард Со Шредом Ну Тогда Это Была Новая Абсолютно Новый Вид Хардрока Такой Хардрок Не Играли До Этого Ну конечно И так Гитару Не Вымучивали Как Эдди Это Делает И при Эдди Об Метал Уже Был Но Это И не Метал Это Все Хардрок Это Чистый Хардрок Просто Совершенно Новой Волны Нового Вида Это Скоростной Хардрок Супер Альбом Ну Чего Он тебе Очень Сильно Нравится Или Ты За Десяти Мультиплатинов Поставил Список Это Один Из лучших Альбомов В истории Хардрока Я считаю И Кстати В истории Метал Я тоже Считаю Одним Из лучших Альбомов Потому что По факту Это Не Метал В принципе Можно Отнести Но Вообще Нет Хардрок Конечно Великолепный Хардрок На самом деле Все очень Краткий Альбом У Деван Халлина Все альбомы Очень Краткие Были Минут 32 От силы То есть Вот такой Как Вот Как И возрубили С первой Песни Running With the devil И так До последней Там Не так Много 11 По-моему Ну Если Читать Рапшин За песню Если Выкинуть Там 10 Они Все Короткие Все Очень Быстро Бодро Вообще Без перерывов Отрубили Ушли То есть Ты считаешь Они По Антону Павловичу Прошлись Краткости Старталанта Не задумывался Об сравнении Антона Павловича Эчиханте С Эдди Абан Халлиным И его братом Дэвидом Леротом И Я никогда не задумывался Тоже Но вот сейчас Задумывался Марком То есть Нету Воды нету Все По су существу Там не может быть Воды Там все 35 минут Там есть какие-то песни Которые могут быть Похуже остальных Но они Не вода Ты не успеешь понять Что это вода Это такая вода Которая с огромной скоростью Уносится куда-то Это бурлящий поток Первый Ван Халлин Это бурлящий поток Кстати Ван Халлин Так и никогда не смог Повторить по уровню Этот альбом 1984 Может быть Может быть Близко Но там были реально Проходные песни Длинные Нудненькие Вот такого уровня Он не смог Ничего повторить Это До сих пор Вызывает мурашки По телу А вот Именно поэтому Мы записали 40 лет Причем тут 30 лет Хорошо Всех поздравляем С 40-летием 1978 года Пьем за Отличные альбомы За Постпанк Нью вейв И Смерть обычного панка Почти смерть Ну нет Рамон Еще много лет Ну а Клэш Че? У Клэш Тоже много лет Еще был Ну классический панк Умер Все умер Я сказал умер Ну ладно Сказал умер Значит умер Музыка 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 Музыка